Всем привет! Сегодня мы продолжаем. В прошлой серии мы остановились на том, что мы подготовили желоба, соединение желобов возле яндовы. И осталось это все сфальцевать. В позапрошлой части, наверное, в третьей, вы видели, как мы с этой стороны сделали все. Здесь все аналогично. Единственное, что мы здесь будем все фальцевать на месте. И первый фальц, и второй фальц. И тот тоже на месте. Я поставлю камеру сейчас там, и потом в быстрой перемотке вы это все посмотрите. Где-то я буду что-то может пояснять. Все, поехали! Итак, мы начинаем фальцевать. Не забываем, что в каждом фальце должен быть либо псул, либо какой-то павелитальный герметик, либо фальцгель. Но лучше всего фальцгель. Фальцгель, потому что он не замерзает, не высыхает. Вот, он все время в одном состоянии находится. Вот, ставим защиту на углы. Вот, сначала мы будем фальцовать вот этот и вот этот фальц с Артемом. Вот, и уже в последнюю очередь будем фальцовать тот фальц. Потом уже будем, а дальше вы все увидите. Все, поехали! Наверное, спросите, почему здесь не делаете, как вот на первом мотке показывали с этой стороны. Потому что нужно показать, что можно делать и по месту. Насколько первый вариант отличается от второго по сложности, по времени, по геморройству, короче. То есть тут на месте, конечно же, геморрой не, но можно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И сюда вкрасть саморез, чтобы не подпрыгивал металл. Продолжение следует... 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 Бывает, если воронка меньше в состоянии, и здесь на выходе меньше, то вот этими ухлами мешает зацепиться. И 90-ми гибарями это удобно. Это уже потихонечку все. Здесь, где у вас перелом, я говорил уже, там в прошлой серии, надо за линию взять миллиметра два. Помнишь? Да, то есть берем за линию два миллиметра, немножко подаем, отпускаем и ставим уже на линию. Вижу еще раз, то есть мы его как бы закругляем в этом месте. Должна быть подача, по-моему, 60. А, вот их. Она берет, берет, но везде. Поэтому она, чтобы, чтобы спокойно берет. Вот вам разница, фронт, то есть я говорю, я так сказал, что между фронт и штубай, лучше из них только маленькие хапы, фронт, а все остальное, а штубайская лучше. У меня нет, за нее, за нее, конечно, да. Чуть-чуть подогни, и подвинь. И чуть-чуть, ооо, как бы закругляешь ее. Теперь один, дальше, не торопись. Сюда-сюда, в эту сторону, иди. Ты видишь, металл, слишком быстро начал поднимать, и у тебя, видишь, вот клапаны идут, на перегибе. Я почему-то говорю, что мне нельзя спешить, все потихоньку. Так, пока все. Пока сейчас я буду просто подавать и смотреть, как я буду здесь заворачивать. Значит, видно, не видно. У малого фальца, получается, в конце сантиметра два с половиной, вы где-то сантиметр убираете с кромки, как бы ослабляете, чтобы в этом месте у вас получился в конце, ну, сантиметра два с половиной, три одинарные фальца. Вот, естественно, тоже псу или фальцгель, или фальцгерметик закладываете сюда. Вот, и начинаем фальцевать. Кеночку. Сейчас к фальцу к фальцу подобьюсь. Здесь наоборот, надо вытащить, чтобы удобно было фальцевать. Все и то же самое, что и с другими конвертами, с другими фальцами, вернее. Но сначала проходим. Не забываем, что берем от малого фальца, а сгибаем миллиметра два выше, чтобы потом она, ну, не подтянулась, когда вы будете крутить второй, отсюда вверх не пошла. Но если кто ролики смотрит, постоянно мои, с самого начала других, то там уже это неоднократно сказано на подводке к желобу по яндовию на двойной стоящей фальце. Там я об этом говорил. То есть многие заходят на канал и начинают вопросы задавать, на которые ответы уже есть в других видео. Я иногда считаю их риторическими. Не отвечаю на них. Потому что если человек ищет, то он должен постараться немножко тоже хотя бы сам немного посмотреть. Так, и на чем мы закончили? Здесь немножко. А вот. То есть загибаем фальц дальше. Здесь, конечно же, надо было бы тоже поставить защиту от царапин. Я постараюсь аккуратно. Ну, если я поцарапаю, то есть на реально крыше бы я бы здесь, конечно же, поставил тоже защиту, чтобы не поцарапать. А вот. Сейчас просто не хочу взять время и сюда этот уголок вставлять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! У нас тут есть вот это место, где у нас конверт. Его надо хорошо сплющить, пробить. Чтобы во втором подвороте его надо будет постоянно контролировать. Потому что есть вариант, что он может разворачивать его. Но я вам сейчас это все поясню. Субтитры делал DimaTorzok Почему нам не поставишь там шелезин, да? На шелезин не пробьешь. Дело в том, что когда вы на шелезин ставите на железную лопатку и пробиваете на лопатке, удар передается от лопатки нижнему железу. И у вас вот тут все будет, ну, таких побитых, удар передается через лопатку, металлу. И здесь вот на металле у вас будут проймятости. Единственное, что вы можете сделать, это неудобно, но именно подвешивать его. И вот это место надо все время контролировать. На обеде, наверное. Все-таки я сюда треугольник вставлю. Не хочу подсоваривать. Поставил уголок, чтобы все-таки не царапать. Потому что вот этим инструментом, в любом случае, упираешься вот в стенку, и можно поцарапать. А я не хочу царапать. Там, где у вас конверт, постоянно контролируйте. Смотрите, чтобы он не отвернулся. Если он отвернется, вы это не заметите, и будете загибать второй фальц, то он просто вылезет. И как у вас получится там, типа одинарного. Ну, некрасиво. И некачественно. Если у вас вылезет, допустим, нормально, я просто покажу, берите хапы, и все время его нажимаете, подворачиваете. Это обязательно. Если вы работаете с хорошим металлом, то единственное, я уже говорил как-то, что единственная краска, которая подходит для Пурала, это, как его, Панцири Малли от Тикурилы. Вот. Никаких баллончиков. Вообще забудьте про баллончики. Вот. Конечно, зря. Я уже, наверное, несколько раз говорил представителям производителя от этого металла, ССАЙБИ. Ну, красите вы металл, да? На производстве. Привозите, я не знаю, своим дилерам в России, в Белоруссии, в Украине, вообще в Казахстане, ну, вообще в любые другие страны. Ну, хотя бы по бочке, да, такой же краски, которую вы покрываете, вот, металл, чтобы был один в один. Вот. Ну, все там что-то не хотят, неинтересное. Вот. То есть, даже на этом можно бизнес сделать. То есть, продавать именно, как бы, там станцию разливочные подкраски, баночки маленькие, там, грамм по 200. Разливать, каждого цвета, вот, от Пурала, и продавать. Вот, может, кто-нибудь когда-нибудь это сделать. Потому что мы работали на, когда работали на Эрмитаже, на зимнем дворце, делали кровлю из похожего цвета металла. Вот. Там бочку прямо сразу привезли от производителя такого же цвета. Вот. Поэтому. Вот такая печенюшка. Поэтому пока только от Тик Курила более-менее подходит. Ну, по цвету потом, когда подкрашиваешь, и краску не видно, что подкрашено. Ну, и, естественно, надо подкрашивать тоже, уметь правильно. Вот. То есть, не мазать там кисточкой. Вот так вот. Царапина такая, вы ее замазываете. Нет, короткой, ну, маленькой кисточкой художественной. Макнули и чисто вот царапину. Чисто по царапине ведете и чисто ее заполняете. Вот. Только так. Осталось у нас только долбить получается. Должать. Здесь тоже сейчас его прикладываем уже на стенки. Вот, собственно, у нас узел практически готов. Потому что нам осталось сейчас поставить боковые желоба, подготовленные. И завернуть за желоб. Вот. В данном случае... Почему такой, скажу еще, способ хороший этих лотков, да? Именно такой, что соединение по середине. С моей точки зрения, я то, что говорю в роликах, я все говорю. Я уже об этом говорил, что с моей точки зрения. Вот. То есть, я никому не навязываю. Вот. То, что вы можете, допустим, вот сделали деталь, да? Неохота, вот чтобы другую деталь делать, надо вот эту твать положить. Чтобы лоток другу делать. В нашем же случае, допустим, у вас такой узел, вы можете все фиксирующие элементы, по сути, снять. Вот. И вот у вас элемент вместе с лотками, вместе с переходом, вместе со всем, уже готов. Сейчас мы поставим этот желоб. Вот. Поставим кляймер. Поставим этот. Здесь кляймер, здесь желоб. Ну, короче, все, дальше все увидите. Сейчас только дожаться надо Ратема, чтобы он понимал, вот, что происходит. Как-то так. Все. Продолжение следует. Спасибо. Продолжение следует...